В нашей гостевой студии нас уже ожидает гость. Я предлагаю прямо сейчас к ней присоединиться. В гостях у нас Светлана Александровна Сахарова, председатель правления Крымской Республиканской общественной организации родителей детей и инвалидов с громким названием РОС. Ну, поговорим мы сейчас с нашим уважаемым гостем по вопросам образования, в частности, инклюзивное образование. Мне лично интересно, что это такое и вообще, как у нас на Крыму. Вот сейчас мы и узнаем. Да. Доброе утро. Доброго вам утра. Как началось ваше утро нового дня? Утро нового дня началось очень рано, но я думаю, ваше раньше. Это правда. Ну что, скажите, пожалуйста, что же такое инклюзивное образование? Вот что это? Вам идеальный вариант или это как сейчас происходит? Самый идеальный. Да. А потом как сейчас. Самый идеальный вариант – это совмещение образовательного процесса с воспитательным для детей с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья с учетом их потребностей, потому что нозологии очень много и ограничений по здоровью большое количество. Но нынешняя система инклюзивного образования не позволяет это все реализовать. И здесь очень много деталей и нюансов. Я одновременно с тем, что я председатель общественной организации, являюсь заместителем председателя общественного совета при Министерстве образования и вижу картинку изнутри. Не всегда, скажем так, чиновники и управленцы не хотят этого делать. Иногда такие простые истории, как маленькие зарплаты, недостаточное количество обученных специалистов не позволяют этого сделать. То есть специалист должен быть каким-то специальным, особо подготовленным? Ну, конечно. Представьте себе, в общий класс, что такое инклюзивное? Это в общем классе учатся дети с ограниченными возможностями здоровья и без ограничений. Приходит ребенок, который тотально глухой. Как ему приспособиться? Совершенно верно. Как вести урок? А если это старшие классы, то должны быть в этой системе либо тьютер, сурдопереводчик, сурдопедагог. Это если касается только тотально глухого ребенка. А на залоге. А с проблемами опорно-двигательного, с проблемами со зрением, а с множественными нарушениями, а с ментальными нарушениями, где везде нужен индивидуальный подход. То есть это какие-то курсы для преподавателей или вот что предусмевает подготовку их? Курсы повышения сейчас есть, но, к сожалению, они очень часто формальны. И здесь не столько в курсах дело, сколько в том, что не всех детей, вот, но не всех можно погружать именно в это инклюзивное образование. Для некоторых лучше оставлять все-таки коррекционные школы. Есть очень яркий пример. Одна из мамочек нашей организации, у нее дочь слабослышащая, водила ребенка в коррекционную школу, но не по профилю слабослышащим. И были сложности в освоении предметов общей образовательной программы. Вот они, значит, перевели ее в интернат для слабослышащих. И сразу же, говорит, поменялось все абсолютно. Во-первых, стиль преподавания и работы у тех педагогов, которые знают, как преподавать детям слабослышащим, и говорят, что вам не нужно учить эти образы, если они их не понимают и не воспринимают. И сразу же пошел другой уровень обучения, девочке стало легче учиться, и она стала с интересом ходить в школу. Инклюзия должна быть разносторонняя и многогранная, а не просто загнать всех в общеобразовательную школу. И вот у нас инклюзия. Это не об этом. Скажите, а где же готовят таких уникальных специалистов в волшебниках? Специалистов в волшебниках пока не готовят. То есть они обычно приезжие из материка, правильно? Нет, у нас есть специалисты. У нас очень хорошие коррекционные школы для слабовидящих, для слабослышащих детей. И есть коррекционная школа «Надежда». Но, честно скажу, там не все так гладко. Тоже есть специалисты, но уровень повышать нужно. Есть институты повышения после дипломного образования. В Крымском педагогическом, инженерно-педагогическом университете сейчас открыт, насколько я знаю, по ВГОСу открыта специальность даже подготовки тьютеров. Но это внедряется буквально в последние годы, начинает внедряться программа. Очень незнакомое слово для наших телезрителей. Тьютер. Что это такое? Тьютер – это действительно ругательное слово, но это специалист, который не заменяет учителя, и он не является социальным работником. А кем же он является тогда? Объясняю. Тьютер – это человек, который помогает ребенку осваивать образовательный процесс. Это помощник ребенка и учителя, это некий посредник. Посредник. Да. Вот при привлечении тьютеров в инклюзивное образование легче классу и легче учителю. Например, приходят дети с расстройствами аутистичного спектра, да, и к ним закреплен тьютер. И они приходят в общий класс. И они приходят в общий класс. И тьютер видит, когда ребенок устал, и у него меняется поведение, он перестает воспринимать. Тьютер адекватно оценивает ситуацию. Он может выйти с этим ребенком, потому что это необходимо ребенку, в первую очередь, и классу, чтобы он не мешал заниматься, они не мешали друг другу. Снимают эту нагрузку эмоциональную, ребенок возвращается, они продолжают заниматься дальше. То есть вот функционал у тьютера – корректировать образовательную деятельность для ребенка. Светлана Александровна, прошу прощения, осталось буквально 30 секунд. Хорошо. Я вас прошу озвучить, есть у нас такая проблема, действительно? Есть. Какие есть пути решения? Можно тезисно, очень коротко? Пути решения, ну вот мы проговаривали это на общественном совете, пути решения один из вариантов – это обучать родителей, но родителей не в плане своего ребенка тьютерства, а в плане другого ребенка. Потому что своему ребенку это плохой тьютер, один из вариантов. Второй вариант – мотивация финансовая педагогов. Потому что сейчас очень при низких зарплатах и низкой мотивации не все педагоги готовы вникать и внедрять эту систему инклюзивного образования. Я думаю, что материальное стимулирование и какое-то нематериальное могло бы замотивировать и педагогов, и они более охотно принимали бы этих детей в класс и уделяли бы должное внимание. И еще, скорее всего, это большой блок некой социальной рекламы, разъяснительной для самих детей об особенностях, чтобы они впускали в класс, чтобы не включался буллинг. Это тоже важно. Вот, наверное, с этого надо начинать, с детского сада и дальше, дальше, дальше. Тогда мы придем к некой универсальной форме, оставляя коррекционные специализированные классы, потому что это важно тем детям, которым совсем тяжело вписаться в систему. Большое вам спасибо. Напоминаем, что в гостях нашей студии Светлана Александровна Сахарова, председатель правления Крымской Республиканской Общественной Организации Родителей Детей Инвалидов РОСТ. Ну а мы идем дальше. И для тех крымчан, которые не знают, как скоротать сегодняшний вечер, мы хотим предоставить афишу.